Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если заявляется, что нам нужны инновации, нам нужна модернизация. А модернизация – это осовременивание. То есть, если это все требуется, то кто может это обеспечить? Может обеспечить тот, кто имеет достаточно высокий уровень, чтобы он обеспечивал свою семью нормально, нормально имел здоровье и имел свободное время, а не бегал сверхурочно, работал в выходные дни, чтобы как-то прокормить, чтобы он мог уплатить за жилье и чтобы он мог уплатить за медицинские услуги, за образование своих детей. Ясно, что это первое условие подъема экономики. Те расчеты, которые делали докеры, говорят о том, что у нас уплачивается в нашей экономике примерно 20% и более стоимости рабочей силы. Нормально. Когда говорят, ну вот вы там насчитали, ничего никто не пересчитал. То есть, никто из представителей работодателей не представил нам другой расчет, что вот, ну как вот по-вашему нормально будет. Потому что даже если посчитать только те деньги, которые нужны для того, чтобы вы обеспечить за всю свою жизнь приобретение квартиры, или надо ждать, когда умрет мама, или бабушка, или дедушка, папа, чтобы молодая семья могла за всю свою жизнь, за 25 лет работы, приобрести одну квартиру, и в условии, что все трое детей, то есть обеспечивается воспроизводство населения России, в пересчете на деньги, с учетом того, что надо взять ипотеку, а ипотека потому так и называется, что вы взяли кредиты, денежки потекли от вас. И ипотека означает, что вы купили квартиру одну, по цене трех. Вот с учетом этого, и с учетом хотя бы два ремонта за все время, и в пересчете на месяц, а пересчет очень простой. Мы, конечно, когда рассчитывали, не думали, что вот прямо сейчас люди возьмутся и дадут нам эту величину. Но поэтому мы не говорили, что вот там 30 лет может люди работать, или 27. 25 – это цифры взятые просто для того, чтобы было легко считать всем, без компьютеров и без всего. Если 25 лет труда, по 12 месяцев в году, 25 умножить на 12, сколько будет? У нас, как учили в школе, 300. Я думаю, больше, чем школьная математика, нам не понадобится. 300. А если разделить надо на 300, вот все, скажем, затраты на жилье, на 300 надо делить, что в расчете на месяц было, на медицину, в расчете на месяц, на обувь, в расчете на месяц. Скажешь, все надо делить на 300, как делить на 300? Разделить на 3 и передвинуть запятую на два знака. Поэтому я, причем я вот вынужден об этом сказать, потому что когда я увидел, как товарищ Ремезов там, значит, в Excel это дело исчисляет, я говорю, «А зачем вы Excel взяли?» «Да вот нам иначе не вычислить». Я говорю, «А что тут вычислить?» «А что тут вычислить?» «На 3 делить надо». То есть я хочу сказать, что это расчет такой, расчет следующий, что нужно, чтобы свести концы с концами. Я, будучи ребенком, помню, как родители, я уже спать засыпаю, они обсуждают, как вот это уплатить, как за это уплатить и где взять дом. Это было постоянное явление. То есть концы с концами, как свести? Больше ничего тут такого праздничного нет. Мы же не сказали для такого какого-то расширенного развития, для того какого-то там яркого развития. Более того, мы ничего не сказали о том и не говорим, когда говорим об этом расчете, что что полагается рабочим. Рабочим полагается вся стоимость, которую они создали. Ну, завычество того, что идет общественный дом. Как Марс написал в Крис-Хеготской программе. А тут-то идет речь о том, что нормально хоть дайте воспроизвести, чтобы люди на кладбище не уходили раньше времени. То есть вот даже для того, чтобы это решить, им картину, когда 20% примерно заработной платы, 20% стоимости оплачивается в виде заработной платы. То есть цена рабочей силы занижена в России пять раз. Куда эти деньги уходят? Ну, раз они не попали к рабочим, значит, они остались у работодателя. А дальше, в какой категории они закруппировались, они, значит, уже не как зарплата выступают, а как прибыль. Потому что когда вы берете глубинный уровень, там необходимый труд, прибавочный труд, стоимость рабочей силы, прибавочная стоимость. А здесь цена. А цена ниже стоимости, значит, прибыль гораздо больше прибавочной стоимости. То есть прибавочная стоимость вот такая, которая создана рабочим, а прибыль вот такая. Почему? Потому что в прибыли сидит наша зарплата. Нам говорят, нет денег, особенно это на примере порта сейчас очень хорошо видно. Значит, в порту пять компаний. Пять компаний. Три из них. Первая стивидорная компания, вторая стивидорная компания и четвертая стивидорная компания принадлежат Владимиру Лисину, известному олигарху. Значит, у Владимира Лисина собственность на эти компании принадлежит формально двум иностранным компаниям. Джиск Сталинду с Тридатской компанией и Чупа Лимитед кипрской компании, которая находится в собственности у этого Лисина. И вот работники, члены профсоюза этих компаний пытались повысить себе зарплату, а им все время объясняли, что денег нет. До этого года им все объясняли, и так ничего у них не удалось. То есть у них повышение зарплаты составило за истекший год 5% минальный. А у нас движение цен ставило вверх 8,5%. Значит, падение реальной зарплаты у работников этих компаний сколько? 3,5%. Им все время объясняли, что денег нет. И вдруг оказалось, что их работодатель, от имени которого вся эта административная верхушка, обещали, что денег нет. На первое место вышел в числе олигархов с объемом 18,8 миллиарда долларов. Я там их видел, говорю, ребята, вы не дорабатываете. Что значит 18,8? Надо было еще и свои зарплаты немножко покинуть, чтобы как-то прилично округлить до 19 миллиардов. А вы, так сказать, жалели, да. Не догадались. В последнем сведении 15,8 у Лисина, а не 18,8. Ну, это дали в журнал «Финансы». Это сведения по-разному. Есть разные оценки, разные расчеты. Для нас это не существенно. Существенно, что он на первом месте. На втором месте Прохоров, на третьем Аврамович, так сказать. Жалко Аврамовича, ушел на третьем. Но то, что рабочие помогли и слушали эти вот сказки, что денег нет, вот ведь беда. Не слушали, слушали, и Профсоюз слушал эти сказки. И тот же председатель этого союзного комитета, портового комитета, Евгений Александр Николаевич, он все время с этим соглашался. Более того, он даже подписал документ о том, что в целях борьбы с экономическим кризисом мы отменяем какие-то условия коллективного договора, что мы, значит, будем не требовать большую высокую зарплату, и что мы будем какие-то дни участвовать в работе, а искать себе новую работу и так далее. То есть сидеть дома без зарплаты. Что даже его, вроде бы, и сторонники из других компаний возмутились. И, например, председатель правкома первой середурной компании Карепин сделал заявление, что я отзываю эту подпись Моисенко под, так сказать, документом «Относишься к нашей компании». Что значит отзываю? Они тут же напечатали в газете «Наша компания». Вот профсоюз пошел навстречу, профсоюз это отношение социального партнерства. И в итоге, сообща, обеспечивали победу в соревновании, в капитализации олигархов, за то, чтобы выиграл Владимир Лисин. Он и выиграл. Я хотел сказать, куда эти денежки пошли. Они пошли Лисину. Но куда они конкретно пошли? Они сначала пошли в прибыль. А и прибыль, куда идет прибыль? В прибыль уплачиваются налоги. После того, как налоги на прибыль уплачены, куда должна пойти прибыль? По месту регистрации компании. Похоже. Следовательно, вот эти деньги, которые не уплачены рабочим, ушли половина. В РИС в Сталиндустрии, в Дании, вторая половина. Купа Лимитед, на Кипр. И они приспокойно, по месту регистрации, находятся в распоряжении гражданина. То есть, когда говорят, что вот деньги так уходят с производства, они не из производства уходят. Они уходят вообще из страны. Они вообще из России уходят. И наши, так сказать, президент и премьер контролируют ли только эти деньги, которые взяты в виде налогов. Вот, как бы. И уплата налогов похожа на регализацию этих доходов, регализацию этого грабежа. Раз налоги уплачены, все, это теперь наши деньги. Но раз это ваши деньги, законные, они должны пойти по законному месту регистрации. То есть, за границу. И вы прекрасно представляете, что все крупные фирмы и крупные организации тоже являются, находятся формально, юридически в собственности всяких разных иностранных фирм, которые принадлежат нашим героям здесь. Но, так сказать, как собственникам тех иностранных компаний. То есть, обратного хода нет. Как оттуда их забрать? Даже если бы захотел Путин с Медведем их забрать, я думаю, что это трудно разрешимое задание. Надо не выпускать. Что значит не выпускать? Не выпускать можно только одним путем. Заплатить ту зарплату, которая положена, и, следовательно, которая соответствует стоимости. И тогда была бы прибыль, были бы налоги в пять раз, и в бюджете бы в пять раз больше было средств, чем сейчас. Вот, скажем, Олег Анатольевич Мазур, который был первым представителем главы администрации города Нью-Намыска, собрал всех этих своих профсоюзников, в том числе ФНПРовских, всех. Я при этом присутствовал, была честная картина риска, объяснил им, что меня, как представителя администрации, интересует, какая будет зарплата. Потому что мы от зарплаты имеем доход администрации. Не будет зарплаты, мы не имеем дохода. Чтобы везде были колодоговора. И он заставил заключить договора, персонально каждый, поскольку у них нет объединения работодателей, заставил поштучно каждого работодателя заключить отношения с объединением профсоюзов о том, что вот они будут выполнять определенные три. Берем вторую часть, второй источник. Необходимые средства для того, чтобы обеспечить подъем экономики. Надо развивать наши производительные силы. Что для этого нужно? Некрасивное нововведение, модернизация. Если у нас будет старый парк, и он будет по 50-60 лет стоять, каких нововведений, каких модернизаций, каких новаций, кроме того, что если что-то вдруг... Новость это будет. Хотелось бы, чтобы это было новостью, а хотелось бы, чтобы это было привычным, нормальным. То есть, если это не будет делаться. Поэтому вопрос стоит, опять-таки, о норме. Причем о норме капиталистической. И первая норма, о которой я говорил, она не выходит за пределы капиталиста. В ней, естественно, что рабочий класс более заинтересован, чем буржуазий. Но мера эта сама по себе буржуазная. Она ничего такого специфического, что платить нормальную зарплату. Вот забрать прибавочную стоимость, это другое дело. А платить по стоимости, это ничего такого социалистического нет. Поэтому на переговорах вполне можно такой вопрос ставить. То же самое. Что значит нормально обновлять средства производства? То есть, добиться того, чтобы средства производства были в возрасте том, в котором, так сказать, меняются, который соответствует периоду смены поколения техники. 9-10 лет. 90-летний срок службы оборудования. Но не 100 лет. Не 50, не 60. Это называется и выражается экономическим понятием амортизации. А. Не. Морк. Смерть. Не умирание. То есть, можно потребовать от капиталистов, если они изображают из себя капиталистов, хотя мы знаем, что они из проходимцев, бывших номенклатурщиков, бандитов, ракетиров и прочее. Но раз уж вы из себя, так сказать, изображаете капиталистов, вы хоть, по крайней мере, должны обеспечить неумирание средств производства. А что такое неумирание? Это я переводил на иностранный русский язык амортизация. То есть, десятую часть будьте добры отправить на счета. Значит, каждый год надо отправлять на специальный счет, или, вернее, на субсчет, потому что счет один у организации, на субсчет определенное количество денежных средств для обновления. И они на этих счетах должны лежать. Где эти счета? Они в банках. На этих счетах будут эти средства накапливаться. Сколько этих средств? Вот последние данные, которые Виктор Иванович посмотрел, Галко и сообщил. На 1 января 2010 года стоимость основных производственных фондов России 73,5 триллиона рублей. Если осуществлять амортизацию нормально, то, значит, каждый год надо 7,3 триллиона откладывать. Значит, если 7,3 триллиона откладывать в счет предприятия и не трогать их, то, значит, они могут быть использованы только на амортизацию. Это не значит, что банки не могут. Банки как раз могут, так сказать, кому-то давать на это время или в течение недели. Банки должны предприятиям за это платить. И предприятия бегают платить кредит. А банки должны платить предприятиям за использование тех денег, которые у предприятия лежат. То есть задача государства, буржуазного в том числе, стоит в том, и рабочих в том, что задача, заставить буржуазное государство делать то, что не выходит за рамки буржуазных, ну, в общем, заставить их социалистические. Можно только людям объяснять, что раз это государство это не делает, надо скинуть эту власть и оставить социалистическую. Ну, а что касается буржуазных, сами их по себе требования, если не Маркса и Содрёвова, амортизация, это означает, что каждый нормальный капиталист, если он просто нормальный, он должен думать о том, что не устарело. Ну, если возьмете, скажем, американскую технику, что она такая старая в Америке, или там французскую, в чем обязательно? Было у них тоже, там тоже такие есть, бедельники. Вот у них, пожалуйста, с космической программой что получилось? Сейчас последний Discovery прилетит, космическую станцию в этом году, и до 15-го года до свидания. Только, значит, в космос было с людьми, только российские, тайские, и все. Американские после 15-го года. Ну, где-то раньше надо было думать, что у вас закончится это. А как же думать, жадность тоже, а было? По 25 лет они шаттлы эксплуатировали. То есть, конечно, они... Но в целом у них, конечно, возраст гораздо меньше. Тем не менее, для них тоже таких явлений характерно. Потому что это капиталистическая жадность отдельных капиталистов приводит к тому, что они не свои же требования, нормальные требования для нормального развития капитализма. Вы же хотите прибавочную стоимость получить. Но если вы хотите выкачивать, так сказать, прибавочную стоимость, ну, сделайте так, чтобы можно было быстрее выкачивать. Нет, они даже это не могут сделать. Хотят просто ее тащить. Ну, вот считаем дальше, значит, 7,3 триллиона в год, значит, за 5 лет 35 триллионов, я уже десятый отбрасываю. 35 триллионов. Значит, на эти 35 триллионов половина техники можно было... И снова, так сказать, я уже не говорю, что хорошо бы это за свой счет, чтобы эти 35 триллионов пошли на развитие своего станочного парка и производства средств производства. Да, если бы вы купили за границей, ну, купили уже не барахло какое-нибудь, а купили бы, так сказать, средства производства, которые потом можно было, может быть, сами производить. Ну, это, так сказать, ни того, ни другого, ни третьего. А что есть? Вот мы брали данные. Иван Михайлович помогал товарищу французову, представителю правкома Рецкого хлебозавода. Там, в этих данных, которые в интернете, там говорится о том, что вот норма амортизации 100 лет. Входят из 100 лет. То есть к тому времени или этот генеральный директор умрет, собственник, или... Поэтому можно обещать, что мы через 100 лет научим и шага говорить. Вот, следовательно, что у нас откладывается на эти самые субсчета амортизационные, которые не облагаются налогом. Не облагаются. Налогом облагается прибыль. А вот то, что идет на амортизацию, то есть там затраты на... ...сделы, на средства производства, на обновления, это все. Я уже не говорю о накоплении. Об этом что говорить? То есть, казалось бы, капиталист, по всей теории, там, по Максовой теории, теории капитала, что там, надо сказать, расширено воспроизводство капитала, должна была бы часть прибыли накоплять. То есть, превращать дополнительные средства производства и дополнительную зарплату для новых работников. И так, получается, расширено воспроизводство капитала. А мы уже с вами, так сказать, говорим только вот о норме и о простом воспроизводстве, о поддержании того, что есть. Так, ну, если одну сотую брать от 7,3 триллиона, это уже получается не такая сумма, как 7300 миллиардов, а всего лишь 730 миллиардов. Это 5 миллиардов. Видите разницу? Вот поэтому они фигурируют, так сказать, вот в том, чем оперируют, так сказать, Владимир Владимирович, Путин, Медведев, но такие суммы даже для них, его лишь. Это откладывается на счета. И, значит, все остальное уходит куда? Значит, отнимаем от 7,3 триллиона, отнимаем 7,5 миллиардов, и что получаем? Получаем больше 6 триллионов, больше 6 триллионов, уплывает ежегодно в виде невыплаченных амортизационных отчислений, перекачанных в прибыль, с которой выплачены налоги, и тем самым регализованы, тоже уплывает куда? По месту регистрации. Вот теперь спрашивается. Ну, вот мы это все изложили. Мы можем раскресековать буржуазию и сказать, язык лимит ее. Такая, сякая, раз такая. Пока мы не, значит, не будем социалистической. Социалистическая революция, тело и будет идти. Ну, во-первых, это не совсем так. Если мы будем сидеть, то может и никогда не быть социалистическая революция, основанная и вытекает из крупного машинного производства. Если наши уважаемые партнеры социальные успеют уничтожить крупное машинное производство, то численность рабочего класса, и его организованность, и его дисциплина, и его роль, так сказать, в могилещик буржей, будут ослабляться, ослабляться, ослабляться по экономическим причинам. Потому что, скажем, как Марс понимал это дело, что рабочий класс сплачивается капиталом, так сказать, капиталистическим подством, так сказать, он получает необходимую силу, в том числе образование, в том числе организованность, которую он может использовать для социалистической революции. Поэтому, конечно, несмотря на то, что вот то, о чем я говорил, это вообще говоря, можно такие требования предъявлять капиталистическому государству, что вы, ребята, так сказать, вы хоть делаете, если вы капиталисты, так вы хоть делаете свое капиталистическое дело. А вы что делаете? Вы вытаскиваете, разворовываете денежные богатства, отправляете их за границу. То безучастно рабочее движение к этому не может относиться. То есть нужно использовать, все отлокировать, такого рода действия. И поэтому требование, которое выдвигает рабочее движение, оно в одной своей части, оно выходит за рамки капиталистические, а в этой части, в той части, оно выставляет требования, которые успешивают развитие производства. Не ради того, что оно капиталистическое, а ради того, что оно производство. Производство надо сохранять. И начально еще, на ранних этапах, в деятельности Российского комитета рабочих, ребята, которые приезжали, обсуждали, что, конечно, мы можем выставить требования повышения зарплаты, если, конечно, сохранились предприятия. Если предприятия уже нет, то вы можете сколько угодно требовать. И у нас были такие люди, которые говорили, да мне должно предприятие вот столько, там вот был такой, Дима у нас, завода России. Ну нет завода России. И он может вам показывать, вот посмотрите, листочки, вот у меня, сколько мне должны, миллион. Ну нет, если завода, если завода не будет, никто тебе ничего не отдаст. Ты можешь выбирать суд, потом будут судебные приставы, потом и вам доложат, что невозможно выполнить, потому что нету. Вот недавно меня попросили товарищи авиадиспетчеры, дополнительный лист сдать банк, и чтобы авиадиспетчеру, который имеет бане, выплатили 430 тысяч. В связи с страхового случая всего провоза больного мы получили. Вот я пошел с этими банками, вот я в прошлом году ходил, и его родному выплатил. В этом году я пошел, и эта вот страховая компания приказала доложить. То есть объявила, что она обанкротилась, и что я мог сделать, теперь его авиадиспетчера и отправить в арбитрарный суд, чтобы этого авиадиспетчера поставили в очередь кредиторов, до которого она, скорее всего, эту очередь не дать. Потому что что такое обанкротилась? Кому плохо? Тому, кто обанкротился? Или тому, кто должен был деньги получить? Потому что если я у вас сейчас возьму по тысячу рублей, вот, а уже я тут смотрю где-то так, набирается, и потом в конце лекции объявляют, что я обанкротился, это что значит, что я мне отдал. Как вы тут сразу такие употребляете? Нет, я обанкротился, ответил нам. А раз я обанкротился, с меня требовать нельзя. Вот идите, вставайте в очередь теперь, за Борисом Николаевичем, там, вот, за Борисом Николаевичем. Вот вставайте, если до вас очередь дойдет, там видно будет. А в очередительном, вот, в Калии, моего общества, там, допустим, 10 тысяч рублей. До вас не дойдет. Сможете кричать, что меня ограбили. Но, во всяком случае, в данном случае, вот, это не платит за вас. Вот, а диспетчер на 430 тысяч, а страховая компания. А денежки ввали, все справа. Ну, это разве один случай? Следовательно, значит, следовательно, рабочие движения, вас должен, так сказать, не безучастно взирать на то, что делается и его страной, и с его экономией, как свои, так сказать, требования выдвигать, касающиеся не только зарплаты, но и организации производства, и организации, так сказать, здания парка оборудования, и выплаты платы, и так далее. Как на это, если на это посмотреть, с теоретической точки зрения, точки зрения теории Маркса, изложенной в капитале. Есть специальная глава в первом томе капитала, которая называется «Относительная и прибавочная стоимость». Воборот, абсолютная и относительная прибавочная. И Маркс показывает, вот рабочий день. Вот эта часть верхняя, это прибавочная стоимость. Вот это стоимость рабочей силы, необходимая рабочая. Необходимое рабочее время создается стоимость. Парочное время со прибавочной стоимостью. Как увеличить прибавочную стоимость? Есть два пути. Первый путь, это, он так и называется, абсолютная прибавочная стоимость. Удлинять рабочий день, то есть вот верхнюю границу, начать перемещать вверх. Или, не удлиняя рабочий день, повысить интенсивность труда. То есть за одно и то же время заставить быстрее работать, это не есть повышение производительности труда. Просто вы два раза быстрее работаете, два раза делаете быстрее движение, а затрат труда может быть в четыре раза при этом больше. То получается, что прибавочная стоимость увеличивается. Есть другой способ повысить производительность труда путем внедрения. Тогда у вас вот в стоимости произведенного продукта стоимость жизненных средств будет составлять меньше увеличенного. То есть без уменьшения объема потребления рабочей. Даже при известном увеличении потребления рабочих при росте зарплаты вот эта доля рабочих во всей созданной стоимости будет уменьшаться. А доля капиталистов будет увеличиться. Это называется длительная прибавочная стоимость. Ну и я хочу сказать, что мне приходилось не раз в переговорах непосредственно разговаривать с представителями работодателя, когда им говоришь, ну вот если вы повысите производительность труда и повысите зарплату, ну производительность труда повысится в большей степени, чем повысится в теницу. Выпущенной продукции. Что будет происходить? Большую зарплату вы разделите на большее количество продуктов. Но продукты выросли в большем объеме. Значит, на единице заключаться будет меньше заработной платы. Но если в единице будет заключаться меньше заработной платы, значит прибыль на единицу вырастет. Если вы хотите вырасти, чтобы выросла ваша прибыль, а вы щадите, как будто у вас один блин. И вот если этот блин отъедят рабочие больше, то вам меньше достанется. А если вы отъедите, то рабочие меньше достанется. Я говорю, ну это вот такое представление, это вообще отсталое представление. Отсталое, оно не вяжется ни с чем. Потому что вы повышаете производительность труда, применяете новую технику, быстрее обновляете, находите новые приемы производства, повышаете производительность труда рабочих. Не интенсивность труда, то есть все уже, какая еще может больше, и так они носятся там по причалам. Вы сделайте, пожалуйста, более высокую производительность труда. Что, например, некоторые делают. На первом контейнерном терминале все время обновляется техника. Более того, не только обновляется техника, набирается новые, управляется как докеры, и прибыль от рекордов. Первый контейнерный терминал, который у нас как бы одна из компаний, из пяти, на самом деле, самый крупный контейнерный терминал в России. Довой, потому что там никто не таскает отдельные мешки контейнеров, которые все пригружаются сверхсовременные техники, которые в кабине вычислительная машина, в которой есть адрес каждого контейнера, где, в каком ряду, и путь к нему, как и что вынимать. Поэтому люди, которые там работают, очень квалифицированные. В итоге, в итоге, значит, вот сейчас имеет 35% перегрузки контейнеров России. Достаточно быстро развивается. То есть, возможно так идти. И вот, понятно, что, вмотря на то, что тут техника растет, и эту часть они решают, в том числе, под давлением докеров, которые все время ставят вопрос, так сказать, обеспечения загрузки, обеспечения объемов производства и по росте заработной платы. Я хочу сказать, что вот в этот кризисный год правком выстепить проведение коллективных переговоров. Согласно закону, можно начать коллективный трудовой спор, то есть, собрать конференцию, выставить требования, и требования. Когда твой спор признают незаконным. Сейчас он нам почти не отвергается. Можно сделать по-другому, как сейчас сделали на первом контейнерном терминале. Вы подаете заявку, причем для этого достаточно правкома, если он представляет больше 50% коллектива, вы подаете заявку на проведение коллективных переговоров через 7 дней после этой заявки. В заявке указывается, что вот по какому вопросу, там по вопросу о приближении заработной платы к денежному выражению стоимости. Директор издал приказ провести переговоры о приближении заработной платы к стоимости рабочей силы. Даже интересно это почитать в приказе генерального директора, товарища Тихого. Освободил, как положено, работников от работы, оплаты по среднему. И начались переговоры. И эти переговоры идут уже больше года. Больше года идут. Как, собственно говоря, произошло в течение этого года переговоры? Сначала нам доказывали, что это то, что вы требуете, это невозможно, это ненаучно. Мы очень хорошо знаем переговоры проводил первый заместитель генерального директора, дел юрист компании, экономист компании, директор по финансам, который все время тут выскакивал. Я читал ваши эти самые на сайте, вы такие сики. 100 человек, вы успокоили. Все время упал, что дайте данные о ваших доходах, вы тут нам все расскажете. А мы знаем, что у них приход, доходы. Потому что, значит, что происходило? Загрузка уменьшает. Соответственно, у рабочих зарплат упало на 25%. А доходы у них зависит от загрузки раз. Чем меньше падает, тем больше доходов остается два. И в-третьих, они занимаются таможенными операциями. Вытряхают из этих контейнеров, проверяют и обратно закладывают. Это оплачивается в долларах. А доллар в период кризиса очень сильно вдохнул. Поэтому мы сначала с них требовали, вернее, на каждом заседании требовали, дайте, пожалуйста, данные о доходах. Не дадим. Дайте данные о доходах, записываем. Военные тайны. Вы обьяны согласно закону, Федорфу говорит. Этот говорит, директор по финансову. Ну судитесь, подавайте нам менять в суд. Я говорю, не подадим. Почему? Вы наши товарищи, что мы рассказываем? В том, что подавать в суд пустое дело. Вот я посмотрел административных кодексов административных нарушений. За неуполнение коллективного договора до 5 тысяч рублей. Она 2 месяца судится, потом 5 тысяч, потом судебные приступы, и он достанет из кармана. Или еще будет доказывать, что нет на счету. Это дело совершенно... Ну, после того, как мы обменяли все семьи любезных, сказали, это вот мы знаем хорошо Ремезова, он хороший работник, знаем Каретникова, но они никакие экономисты, мы как экономистов не признаем. Мы им пригнали заключение профессора Золотова из Нижнего Новгорода в следующей кафедре экономической теории. а этого вы понимаете, это заключение. Золотов написал, что зарплата, которая тоже приходит на следующее заседание профессора университетных коммуникаций, бывший лифт, в этом там, в порту. А заключение такое, что да, интересная постановка вопроса, правильно ставится вопрос о том, что надо нормальное, так сказать, производство доктора экономической экономической. Он говорит, я не согласна, со своими детей надо сто тысяч. Такая вилочка образовалась неплохая, двести и сто. После этого переписка, значит, с научно-ученым миром закончилась. Каждый раз приходим, они готовы оплачивать три месяца. По закону можно только не более чем три месяца оплачивать всем участникам переговоров со снабоработником. Значит, товарищ саржент, с товарищем Федотом поменяли команду, другие рабочие пошли, потом третий, сейчас четвертый идут, четвертый, двойка сейчас идет. И она работа все равно соблюдена, она спокойно в четверг выедет. За счет, за счет, она получила работодатель. Как бы забастовки там нету, но уже сколько людей зарплату получает. С одной стороны. С другой стороны, когда товарищи поняли, что страна администрации только каждый раз рассказывает, как ей тяжело, включая ей директора по режиму отдел, как тяжело, говорю, ну как все-таки доходы. Ну ладно, дохода не надо, доля зарплаты в доходах. Ну, он говорит, не скажу, доля зарплаты в доходах. Ну, а товарищи представители рабочих комиссии что должны делать? Сидеть на переговорах? А что там сидеть? Это пустое дело, а то с вами разговаривает человек, которому сказано, если ты на уступки пойдешь, мы тебя уволим. Хотя бы он там достаточно высокопоставленный, поэтому с ними, вы можете им что угодно говорить, это довольно бессмысленный, поэтому мы там для протокола все это говорили. Потом наши товарищи ходили, докладывали, как дела, как реагирует администрация, по всем бригадам. Несколько кругов прошли, несколько кругов, до того доходили, что товарищи доки вот сказали, ну все, хватит, нам это дело надоело, и присоединили к работе по правилам. Это значит, что надо обеспечить безопасность, строго соблюдать все инструкции, строго по правилам, они и так по правилам работают, заехать 30 километров, когда, а вот я поеду 30 и только он задавлю. И тут там недавно съехал погрузчик, так вот съехал и что-то разбил вместе с человеком. Надо там аккуратнее быть. В правилах написано так, что ехать, что безопасность, вот 3 километра, 2 километра, 2 километра в час. Едут, никаких претензий нельзя предъявить. Но докеры народ, так сказать, грамотный. Вот фордовцы к нам как-то приходили и говорят, вот нас уволили двух человек. А почему? А вы за невыполнение производственного задания. Переуполняет производственное задание 160-180%. Тут они к 101-102, 101-102, 101-102. Но если это 101, можно заставить человека делать 102? 102-то нельзя заставить делать. Человек норму выполняет. Предводственное задание выполнил. Все, отстаньте от него. А едет он вот, ну как бы вы нам разбавлены зарплатой, но вам разбавлены работу. Ну, разбавлены, но как раз вот чуть-чуть больше нормы. Все в порядке. И таким образом две недели все прошли смены. это очень трудно организовать. Стали и сидели. Вовремя. Ну, я как-то, так и нах. Наш товарищ Тимофеев бегал по причалу и так вот с кулаками показывал, ты что пришел? По работе во сколько? Восемь. Ты что пришел? Сюда полсидел и взрываешь все. Пять-восемь приходи завтра. Ну, что он пришел не рано. Потом получил технику. Технику внимательно осмотрел, кто с техниками и делает. Что есть когда-нибудь абсолютно исправная техника? У вас вот станок не нашли бы, что там неисправно. Надо вызвать, пусть людей. Потом, знаете, что нужно перед такой работой, как у Дойкова? Обязательно пригласить с мера по технике безопасности. Послушать, пусть он нам расскажет, как надо. 20 минут будет рассказывать. Потом задавать вопросы до обеда. До обеда пойти и работать. и выполнить на 101%. Ну, там, люди квалифицированы, на 101% выполняют. И вот приходили такие грустные другая страна. А мы тем временем ведем переговоры, как парламентеры. Приходит такая грустная. Как же так? Мы тут конкуренция такая, фортуна. Тут рядом у нас другие передвижные компании. Они скоро говорят, вы что добиваете? Ну, так вот плачут. Ну, что за такое заразить не могут. Ну, и под воздействием вот этих и в итоге что мы имеем вот эти, так сказать, как бы этих переговоров, которые, конечно, не решающую роль играют, а решающую роль играет коллектив. Мы имеем повышение заработной платы в порту 20, так, тарифные ставки ставились на 15, а потом еще в итоге повышение реальной зарплаты за этот год в порту составило реальный. Счет на инфляции считайте 18, половины, и 3, сапономинальные. 18. На первом. В первом катерном карминале. 15, с половиной, и 6, с половиной, 25 процентов. То есть, рост номинальной зарплаты составил 25 процентов. Из них 17,5 это перекрытие инфляции, и рост реальный. Я хочу обратить внимание еще на одно, так сказать, теоретическое важное положение Марксу. Марксу. Маркс говорил, что есть такие границы применения машин. Я выполнил это, никто по машинам приборит. Зарплаты это есть, если можно по дешевке сделать, то и будут делать вручную капитализацию. А если вы зарплату будете повышать, то капиталист так рассуждает, что чтобы столько платить зарплату, я куплю машину, которая будет заменять. Поэтому на самом деле такого рода действия коллективные заставляют капиталистов двигать все время границу применения машин, механизацию, автоматизацию. То есть в соответствии с темой, которая объявлена, коллективные действия обеспечивают подъем. И наоборот, если, скажем, можно обойтись гастарбайтерами, то наоборот, не надо покупать никаких машин. Вот что мы видим в городе? Ничего мы наймем дворников, есть и дворники таджики, таджики, кирляев, только, значит, местные, грязки. Заполнили бы все эти ставки дворников, уже платят 8 тысяч. А за эти 8 тысяч желающих не так-то много. То есть это капиталистическая жадность, которая связана еще и с тем, в свое время после феодализма прогрессивно волю бурно развития давала. А это, так сказать, люди, которые в капиталисты вышли, просто потому, что они награбили, а как сохранить? Если это положишь, в геранг, он же лопнет или какой-нибудь. Они изобразили из себя капиталистов и никакими организаторами провелось они не в форуме. Во всяком случае. Вот такая вот картина. Поэтому коррективных действий осуществляется действительный поэтому у рабочего класса роль такая вот передовая и авангардная не только там после того, как он власть получит. И не только в завоевании власти, а он рабочий класс. Вот по своей исторической миссии сейчас в капиталистическом обществе он поддерживает существование производства, обеспечивает его прогресс, волонболе в этом заинтересован. В свое время в работе две тактики стал демократии в социалистической то больше заинтересован буржуазной революцией. Буржуазия, конечно, заинтересована буржуазной революцией, но рабочий класс более заинтересован, она ему более выгодна. Потому что ему нужно не только это буржуазная революция, ради буржуазной революции, ради буржуазного строя, что ему нужно этот строй пройти и перейти к социалистической революции. Поэтому более заинтересован в этих буржуазных мерах оказался рабочий класс. То же самое и сейчас. Более заинтересован в подъеме современной экономики рабочий класс, чем буржуазий. И эта картина сохраняется. Это необходимо рабочему классу осознать и, соответственно, широко действовать. Возможности для этих действий есть. Опыт, который мы имеем, в частности, тот опыт, о котором я рассказал, говорит о том, что одни люди доказывают, что у них ничего не получается. Вот те компании, у которых собственником является самый главный олигарх нашей страны, Лисин, у тех минус 5% реального содержания зарплаты. А вот у тех товарищей, которые к этому олигарху, самому богатому, не принадлежат, тоже там не бедные люди. Даже не знаем, кто это такие. Там очень сложная структура. И нам это безразлично. Здесь, пожалуйста, имеет место рост на 6,5-25% на меня. Платы за год. За какой год? За кризисный. Мы даже поэтому, и на этом я сейчас закончу, выработали новый такт. Криворы-то продолжаются. Потому что если они, мы их приобрем, вроде мы как бы с плохого приходят, люди еще их оплачивают, они учатся в профсоюзной работе. Мы думаем, что надо раз в кризисный год 6,5% рост реальной зарплаты, значит, надо требовать 10%. Где-то в эту вилочку, в обычный год. А не можете вы представить на 12-15 лет? Ну ладно, давайте просто на один год ежегодно, давайте ежегодное повышение реальной зарплаты, там, скажем, на 10%. И нас не волнует, какая там инфляция. Мы же о реальной говорим. Если о реальной зарплате, то можете прибавлять и потом исчислять, насколько надо повышать. Вот, я думаю, мы так другим товарищам на заседание Российского комитета. Сеюль Михайлович, вопрос, пожалуйста, товарищи. Вот у меня такой вот вопрос. Вот вы говорили, что вроде как фордовцы ошибку сделали, что надо было норму выполнять, работая по правилам. Но там же другая ситуация. Там конвейер, там и так 100% они выполняли. Там же четко все задано, пошагово, поминутно. И как вот здесь им быть? Или так это и грубости. Или все-таки там они ничего другого сделать не могли. А с другой стороны, если есть какие-то нарушения охраны труда и так далее, так а почему бы и там тогда не снизить выработку? Почему я должен, нарушая правила, даже если ради 100%, почему я должен нарушать правила охраны труда и так далее, рисковать жизнью? Значит, тут надо исходить не из того, вот сказать, формальные тут нарушения или неформальные, а из того, из какой реальной практики судят. Какова реальная практика? В том числе юридическая. Вот они действительно ничего не нарушают. В том смысле, что они, так сказать, если не обеспечены какие-то условия, там охрана труда и так далее, они там труд остановили свой. Но сначала их осудят, потом будут восстанавливаться. То есть надо прекрасно понимать, что даже вот представляете себе, вот раз они правы, согласимся с тем, что вы сказали, они правы, то их через там 3-4-5 месяцев или через 2,5 года, через 1,5 года, потому что мы их давали специально для ЕГИДы где-то без выпуск, и там они рассказывали, какие успешные у них выигрышные дела по восстановлению на работе. По восстановлению выигрышные дела. Ну, там год, 1,5 года, и 2 года, и 2,5. Поэтому надо понимать, что одно дело, вот да, действительно, правы, а другое дело не попадать в эту ситуацию. Там не все на конвейере. Например, там была вот, если вы говорите об ошибках, которая была, вы помните последнюю забастовку? Кто-то задумался, чтобы они за воротами стояли, те, кто бастовывает, а не на рабочих местах. Пришли бы и сказали, и вот, ну что, я сижу на конвейере, ну не успеваю я сделать. Ну успеваю. А почему не успеваю? Вот кушал мало. Мало кушал, платят мало. Так будете работать? Буду. Может по-разному же это делать. А когда будете хорошо работать? Я сейчас хорошо работаю. Ну ведь мало. Так мало платят. Мало кушал, а почему мало платят? Дайте займемся. Два полочки большой. То есть тут известная гибкость, и, ну скажем, я ничем не могу объяснить, почему они каждый раз делают на один год только коллективные. Докеры, наверное, делают прямо противоположные. Вот если вы, у них это гораздо больше опыта, они делают на три года, и каждый раз норовят. То есть закручивают такие требования, что те за счастье считают продлить еще на три. Работодатели. Ну там уже, шесть лет уже этот договор. А тут опять на один год. Такой пока готовишься к этой забастовке, уже растеряющей. И, так сказать, вот те, кто работает, будут отдавать зарплату тем, кто заворотит. А зачем они заворотит? Если у вас забастовка, пусть приходят на работу, и там сидят, там все, только пошатся. Вообще уходить с рабочих мест не надо. Уйдешь, потеряешь. Надо уходить с рабочих мест. Там есть были электрокарщики, были они на конвейере, они электрокарщики. А вы вас куда гнали? А почему так медленно ехали? Чтобы не задавить. Для этого разница. Пусть помедленнее, но не обязательно. Предложенное задание. Выполнял, как-то зафиксировал, что смог, что не смог. То есть, я хочу сказать, что вот эти коллективные действия это искусство. Это не то, что взять и всем остановиться. Вот последняя успешная сбастовка была в порту, она тоже была по правилам искусства сделана. То есть, там не было, что все остановились. И вы остановились, на ваше место пришли другие. Там есть морское кадровое агентство и будут работать штрейкбрехеры. И как бы они не штрейкбрехеры, то другая фирма пришла. И все, ваше рабочее место занят. И потом вас начнут увольнять через некоторое время. Не за забастовку, а просто так. Ну а если сбастовка это полная или частичное прекращение прекращение работы? Давайте частично прекращение. Полчаса с утра и после обеда часик. Как делали? Куда эти места уже не займешь? Погрузчики взяты в работу. Места все заняты. Ну, полчаса с утра пока туда-сюда. Да и можно не сначала, а через час. Через час работаем, полчасика паяем, потом обед, и с обеда сразу не бежим, потому что нам надо тихий час. А это кто определяет? Это определяет Восточный комитет. То есть если дуру прошли. Поэтому я хочу сказать, что больше люди доказывают, что невозможно бастовать или невозможно организовать коллективные действия, чем думать о том, как их хитрее, это сколько нужно. Тут нужно творчество народа. Большое. И поэтому и говорят коллективные действия, потому что толковые люди и толково делают, потому что вот эти мастерские делают. Очень высококурец, рамотные, и большой памятник. На компьютерах все работают. У них компьютеры в каждой кабине. То есть это люди асы своего дела. И они при этом татаратно все делают. Поэтому я наблюдал, что вот шелохнуться не может администрация. Не может. Приходит потом Саша, который не участвует в переговорах, говорит, ну тут первый заместитель генеральный, а что туда пойдет? Потом приходит генеральный, говорит, надо что-то как-то решать вопрос. Ну, говорит, надо как-то народ успокоить, выжать, что-то должны ждать. Пожимает. Пожимает, конечно, не переговорами. Тот, кто думает, что может языком что-то выдавить, без переговоров нельзя. Переговоры нужны для того, чтобы это, вот так вот, участвовали люди в этом процессе, вовлекались информацией, чтобы было, и чтобы можно было ходить по бригадам. Задача тех, кто сидит на переговорах, пойти потом народу и рассказать, что вот эти не надо. Потому что как люди подготавливаются к коллективным действиям? Да объяснять. И потом они ждут, потом еще второй месяц, третий месяц, четвертый, и сороклата все ниже, ниже, ниже. Ну все, хватит. И тогда начинаются коллективные действия. А так просто, давайте коллективные действия. Как некоторые идут, создадим российский стачный комитет и объявим всероссийскую стачку. И что? Да ничего, пустота. И в таких не бывает стачек. Не объявишь. Народ должен вызоветь на каждом предприятии. А вот пик забастовок бывает. Вот тогда бывает, в такое время могут быть и более решительные действия и политические. У меня такой вопрос, что это производство, это сложный процесс. Здесь, включаясь, стаказы, обеспечения мялыми, там, прочих, сложный процесс. И платят за сделанную продукцию. А вот это продукцию заделали там, оно не пошло. А откуда зарплату платят? Я вам объяснял, откуда. Я вам, пятую, вам платят, пятую часть того, что вам должны платить. Вот оттуда, из прибыли. Потому что в прибыль попала ваша зарплата. 80% вашей зарплаты в прибыль. А значит, если... Если реализовали изготовленный продукт, реализовали, реализовали они, реализовали, не расстраивайтесь. Реализовали. Это вам сказали, что не реализовали. А на самом деле реализовали. Как же не реализовали? Ну, как не реализовали, когда они власть площадью и рядом реализовываются. То есть, если остановится производство просто, да. Поэтому, скажем, я почему говорил о такой забастовке, чтобы, ну вот у вас не будет перегрузки, не будет никаких доходов у форта. Хотя у того же самого Лисина они огромные деньги, они будут за границу, он никогда их сюда не вернет, и вы не получите зарплаты. В чем смысл делать абсолютную остановку производства во время забастовки? Смысла нету. Я тоже считаю, что нет смысл. Что такое работать с вычетом полутора часов? Нормальный рабочий перекроет эти полтора часа своей работы и еще получит премию у них, потому что приработок, в зависимости от переуполнения производственного задания, за более короткое время, если это сделано, то больше приработок. То они еще, больше зарплаты. Я бы сказал, что у вас там пять компаний на этом факту, и все они руководят где-то, на Кудельских и на прочих островах. Не все, три, три, три. Три. На счет всех не знаю. Все они эти, кто руководит? Один Мордашова, Нева Металл, он здесь вот, из Череповца руководит. Это вот по КТ, ну, Ежилин, например, российский капитал. А три компании, вот они оформлены как компании, принадлежащие иностранным двум компаниям. Это у Лисина, у олигархов. А чем это вызвано? Чем у нас своих специалистов нет? Они могут это не писать. Вот они и есть специалисты, как деньги увезти из России, чтобы там в случае чего улетнуть из России, и там у них с деньгами будут жить хорошо. У вас есть заграничный паспорт? Он как только увидит, что вы начнете что-то тут, сразу сядет на самолет и улетит либо в Данию, либо на Кипр. И будет там жить припевающе, но там на счету миллиард. Это ваши специалисты. В России не имеет отечества. Все деньги там и отечество. Где живет Абрамович? Когда он жил, когда был губернатором Чукоткиска, в Лондоне. Ну пусть он живет с Богом. Не пускает его сюда перекрытием. Зачем не пускать? Ну хоть с него чуть-чуть откачивал с него Владимир Владимирович на Чукотку. Хоть немножко он выжимал из него денег на социальные нужные Чукотки. А если бы просто государству давал, ничего бы не было. Так бы не было. Поэтому его избрали председателем Чукотской думы. Начальник Чукоткиска. Начальник Чукоткиска. Нет, вот сейчас начальник законодательного собрания. Сегодня начальник, он как бы демократ. Он председатель Чукотской думы сейчас. А что это в Англии? Ну а почему мы такие разумные люди, сами все понимаем, не можем сделать так, как мы хотим? Что это мы не можем? Можем. А почему мы... Это трудно. Что для этого надо делать? Это трудно. 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 Надо делать революцию очень трудно. Забастовку сделать очень трудно. Коллективные сделать здесь очень трудно. Я хочу сказать, что у нас народ это делает и учили. не умеет, не умеет. Не помогает им мало что. А вот умеете, научите так делать. Учим. Вот мы и учим. Вот смотрите, вот мы и учим. Где рабочие, которых мы учим? Вы еще работаете или переставляете? А где рабочие, которых надо научить? Ну куда еще? Мы учили, вы же приходили в народный правду, мы там учили. Вот мы сюда пришли, думаем, тут вроде ближе к рабочим. Где рабочие? А если рабочие не хотят учиться, ну что делать? Ну бегать за ними. Я слушаю рабочие, остановитесь, идем учиться. Рабочий класс должен понять, что это его дело. Мы, вот я, кто я такой? Я буржуальный интеллигент. В своем социальном положении. Поскольку меня народ кормил, поил, так сказать, я должен отдавать свои знания. Я отдаю. Вот сидит другой буржуальный интеллигент, товарищ Катенов, профессор. Он консультант Российского комитета рабочих. То же самое. Вот сидит Иван Михайлович Герачев. Он доцент полипетического университета. Так у нас буржуазный. Что вы хотите? Вот мы все можем, так сказать, бираемся. Вот сидит там Борис Никат и Кадамисий, Гавша. Десколько нам занятия проводил, так сказать. Ну так надо, чтобы люди это тоже оценили. Поэтому я не принимаю этих упреков в наш адрес. Я думаю, что рабочий класс должен созреть. Пусть им... Я всегда перечислю этих лиц, которые... Я перечислю всех лиц. Вы грамотнее обрамойте и прочее. Это чем дело с самым? Давайте... Дело не в грамотности. Конечно, мы грамотнее, Абрамович. Я вам расскажу. Я грамотнее, чем Борис Абрамович Березовский. Я знаю, как он... Я знаю, как он получил деньги большие. Могу вам рассказать. И сам хорошо. Но я так делать никогда не буду. Это значит обмануть народ. Отжулить, так сказать, и так далее. И как Ходорковский получает. Это нет проблем. Когда-нибудь будет желание, я расскажу, какие схемы используются, чтобы люди, которых ничего за душой нет, и в кармане даже ничего нет, считались олигархами. И тут надо как-то получше разобраться в этом деле. Или как-то привести к общему знаменателю. Общий знаменатель один. И в этом общий знаменатель это главные лекции, что нужны коллективные действия рабочих. Будут коллективные действия рабочих, еще больше будет образованных людей, которые будут рабочим помогать. Не будет рабочий класс выступать, чем меньше будет людей. И последние уйдут. Скажут, не хотите вы бороться? И помогать вам не будем. Потому что помогать люди только борются. Вот если мне кто-нибудь позвонит и скажет, помогите, Борис, это Михаил Васильевич, я хочу бороться. Я скажу, вы один, что ли? Или у вас профорганизация? Или вы собираетесь в коллективный договор? Я приду и, так сказать, помогу. Вот мне звонит, уже чуть ли не полгода уже звонит, из ВИРа, из Института растеневодства. Вот мы хотим, чтобы вы нам рассказали про коллективный договор. Приходите, туда приезжайте. Не пришли, туда приезжайте не пришли. Потом уже договорились, все, придет на философский факультет, ко мне лекция окончается, придет, все, договорились. Я взял коллективные договора, то есть все. Вступает в 18-30, молодец. Звонит, говорит, извините, пожалуйста, я вот не смогу в этот раз. И пропало совсем. Ну вы хотите бороться? Тогда мы вам поможем. А если не хотят люди воевать, то им ни танки, ни пушки, ни самолеты, ни полководцы им не помогут, никто. То есть все-таки надо понимать, что вот освобождение рабочего класса, есть дело рук рабочего класса. И тогда, и тогда ему на помощь придут образованные люди, и вожди найдутся. Вот была забастовка в порту. Был там товарищ, я с фамилией уже забыл, у которого еще пять детей. Вышел и стал такие статьи печатать. И так активно выступал, кончилась забастовка, и он пропал. То есть поднимается, так сказать, Филанович, Филанович, поднимается градус, начинают люди бороться, появляются и люди, и вожди, и кто угодно. Будет вам и Сталин, будет вам и Ленин. Но если не поднимется рабочий класс, не будет ни Сталин, ни Ленина. С того конца мы тогда начинаем. То есть это дело, надо понимать, что это дело, рабочих исторические, меня не делают массы, а не единицы. А мы, а Маркс может написать книгу «Капитал». Хочешь читать, хочешь нет. Поэтому вот, например, мой коллега, бывший главный редактор «Народной правды», доктор экономических наук Долгов, говорит, ну чего, говорит, сняли памятник Марксу. Вот Ленин, тот революцию сделал. У него памятник стоит. А Маркс написал книгу. Ну не читай эту книгу. Чего ты памятник рушишь? Тебе не нравится книга? Не читай. Ну нравится – читай. То есть, ну у нас, так сказать, что, так много рабочих, прочитавших «Капитал»? Или не читай? Ну хоть сюда-то придите. Я хочу сказать, что вот то, что у нас сейчас происходит, это во многом так. Потому что тот потенциал, который есть, я хочу сказать, потому что вот убирают в Нижний Новгород, и они потом увозят дальше по всей стране. Потому что нигде вы таких, так сказать, такого уровня не соберете. Тем не менее, значит, что-то люди вот, вот они будут, пожалуйста, около памятника стоять, вот они будут со знаменами ходить. Ну так вы хотите, так сказать, организовывать-то? Борьбу надо по-умному организовывать, и коллективную, коллективную, а не единочную. Это наша большая задача. И с профсоюзами. Я думаю, что вот то, что требуется от людей образованного труда, я хочу сказать, что вот наличие фонда рабочей академии, наличие этого университета, который уже много лет существует, вы знаете это хорошо. То есть мы обеспечили возможность каждому рабочему в городе, из города Ленинграда, прийти и получить необходимые консультанты. Каждому. И ответить на те вопросы, которые он задаст. Вот вы захотели, пришли и спросили, правильно? И вам ответили. Другой не захотел, не пришел, а не спросил. И мы не ответили. А как я ему ответил? Никак. Более того, есть вот сайт, держит Иван Михайлович. Материалы все даются, там можно зайти, кто владеет компьютером, и там все еще прочитать, то, что вот скажем, здесь не услышал. В том числе узнать и расписание лекций. Поэтому пока товарищи рабочие живут как при социализме. Они думают, что партия, государство, партия, государство думают ободрать их как липку. Вот и вас по ЖКХ будут обдирать. Если вам в один карман что-нибудь доложат, то из другого кармана уже высыпали. Так, если вам делали валоризацию, это значит, что вам сейчас сразу прибавят тариф на ЖКХ и так далее. То есть это вас все время держат в положении человека, который сидит на эскалаторе, который идет вниз. А если хотите, можете бежать вверх. Кому-то удастся добежать до самого верха, но основная масса дачи будет вниз. Надо этот эскалатор остановить. Он должен двигаться вверх. Жизненный эскалатор. Я в деятельности Медведева этого не наблюдаю. Не наблюдаю. Хочу вам сказать, что я наблюдаю. Вот я даже не про себя скажу, а в журнале «Финансовый контроль», который, так сказать, с участием Степашина, председателя счетной палаты, издается. А публиковная статья такая, Юрия Алексеева. И он говорит про лампочки. Говорит, ну вот лампочки. Хотят, значит, поменять эти лампочки, накаливание. Срочно вдруг поменяли. Законы тут срочно. В принудительном порядке. Мы знаем, кто этим занимается. А в чем дело? Значит, хотят поменять на лампочки второго поколения, то есть энергосберегающие. Вот эти вот, ртутные. Во-первых, ртутные у нас, черт знает сколько времени, уже стоят на фабрике. Вы помните, мы снимали в «Народной правде» за Савёй, мы не знали, куда их деть, эти ртутные лампы. Ничего тут нового вообще нет для техники. Единственное, что вы, значит, сделали только с патроном. Новость какая. С патроном теперь крутить можно. А так они были с друсселем там, большие. Второе, в домах они не прижились, потому что мертвыми и все это. Что-то я на вас смотрю, а вы как труп. Зачем вам это? Есть третье поколение лампочек. На светодиодах. Там они не содержат ртути, и поэтому, если их будут выбрасывать, не будет заражения всей почвы, воды и так далее. А сейчас же вы знаете, что будет с этими ртутными лампами. Кто-нибудь куда-нибудь придумал, куда их убирать? Президент придумал, он не видел, куда их будут возить, эти выброшенные лампочки. Не придумал. Но ему очень нужно срочно, срочно, чтобы срочно стали покупать вот эти нервоберегающие лампочки по 150 рублей. А наши лампочки накалилили стоят 5-6, но 10. В чем дело, в чем срочно? Докладываю, в этой статье написано. Две фирмы американские, иностранные Philips, и 80% рынка уже освоили. И остальные лампы накалилили в основном китайские. Наши считаются русскими, это просто китайские под русскими брендами. Так вот, нужно срочно пролоббировать, чтобы остальное все было захвачено. Причем срочно, чтобы не успели построить российские заводы по производству нервно-перебегающих. Просто не успели сделать. Вот из кожи вон лезут. Вот лезет из кожи вон. Поэтому я не могу присоединиться к тому, что... Поэтому не случайно, так сказать, вот играют сейчас некоторые силы политические, что я скажу, Путин пусть идет, Медведев пусть останется. Потому что Медведев напоминает Горбачев со своими инициативами. Или кукуруза. Только была кукуруза, теперь лампочка. Один кукурудник, другой лампочник. Что-то такого нового нашли. Вы говорите, что вот прямо таким вот я не вижу такого. Я вообще не вижу каких-то глубоких таких идей и глубоких мыслей. Есть положительное. Вот положительное время, как... Это классно. Скажу вам за это спасибо. Все. Торог. Товарищи, время уже позднее, да. Так что предложение не закруглиться. Поддерживайте. Спасибо большое, Михаил Васильевич. Очень интересно. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 Спасибо.